Садовое товарищество. Больше полувека. Даже колодец есть. Можно направить чистейшие колодец воды. И проблемы у этого товарищества достаточно однотипные, как и везде по всей стране. Самозахват. С отсылкой то ли к административному, то ли к уголовному кодексу. Но теперь в отношении дачной земли термин с криминальным оттенком в рамках правового поля. Дачники получили право на свою прихваченную землю, то есть превышающую, указанную в Едином государственном реестре недвижимости. Но только не больше десятой доли всего участка. Вот Жанна поливает Жанет. Жанна, дочь Александра и Галины, дачников из Подмосковья. Жанет, вот это хоста, многолетнее растение, которое торжественно пересаживают на самозахваченный, но по новому закону, амнистированный кусочек земли. Как раз взвешивал, как надо заняться, найти кого, через каким образом это оформить или выкупить, или что-то еще. Иначе что, штраф или что было бы? Ну, какой-то штраф на этот тем полагался, и самое обидное, что могли отрезать это обратно, и то, что здесь посажено, превратилось бы опять в ничто. Например, у вас участок 15 соток, и полсотки не прирезано. А лимитом является 10% от вашего земельного участка. То есть полторы сотки бесплатно государство вам по большому счету дарит. Если у вас больше 10%, эта прирезка будет за 50% от кадастровой стоимости. Суть закона — упростить проведение комплексных кадастровых работ. В первую очередь, проще станет самим землевладельцем. Слишком длинная бюрократическая процедура оформления в собственной земли в прошлом. Ничего не нужно делать. Муниципалитет оформляет заявку, направляет эту заявку в Росреестр. По тем кадастровым кварталам, где нет точной границы. Например, это территория целого садоводства. И люди получают на выходе точные границы, оформленное право, справедливое налогообложение. Все измерения проведут бесплатно за счет муниципалитета или федерального бюджета. И еще. Узаконить можно и недострой или объект незавершенного строительства. И недвижимость сведений, о которой нет в едином государственном реестре. Или зарегистрирована она неправильно. Или правильно, но в 90-е годы об новом реестре не отображается. Кто-то годами не может построиться и зарегистрировать свое строение. Ну а чтобы территория не пропадала, вот здесь, прямо в периметре фундамента, посадили овощи. И как сложно объяснить, почему на бумаге строения нет, а по факту вот оно. Теперь ни объяснять, ни доказывать ничего не придется. Ольга Михайловна.